ОЧАКОВ ТВ ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Спишь? Нет, читаю интернет Что смешного пишут? Да ничего смешного не смотрят Просто информационная статистика Что пишут? Что как происходит? Пишут, что Северодонецк скоро будет в окружении Северодонецк уже пишут месяц, что он скоро будет в окружении Нет, ну допустим Он же образовался так называемый мешок И по всем этим самым Почему-то украинский какой-то говорил Что надо выводить оттуда войска Потому что они могут оказаться в котле А почему-то руководство об этом Как-то не сильно заботится Ну так значит И соответственно То, что предназначено Ну видно, что оно будет Иначе оно происходит в окружении Ну а почему ты решил, что оно произойдет? Его же пока нет окружения Ну потому что все показывает Ну как бы Боевые действия показывают на то, что произойдет котел Как они показывают? Откуда ты знаешь, что будет? Ну по Пасху взяли По Пасху взяли, да, не спорю Смотрите, идет на солидар Этот самый Уже Нападение туда С северной части точно так же опускается Группировка российская Ну и кто тебе сказал, что окружит северо Донецк? Арестович Он такого не говорил Он сказал, что мы этого не исключаем Этого надо опасаться Он сказал И если что, то мы можем Если даже Арестович это сказал Он сказал То надо уже задуматься Он сказал, что Если это Трипло Сказало Он сказал, что даже если Говорит, даже если, например Будет окружение Это не значит, что оно будет блокировкой И так далее Ну может быть временным То есть они могут Окружить вас, выбили Снова окружение прекратилось Вариантов слишком много, понимаете Главное Самое главное Смотрите, если вы посмотрите на карту Захваченных территорий Через неделю после начала войны И посмотрите, сколько там территорий Было захвачено вашими орками И сколько сейчас захвачено Вы увидите, что вы оставили Половину захваченных территорий Вот знаете, главное слово Оставили Да, оставили Не выбили А оставили Да, да Оставляя сотни танков сгоревших Блин, оставили Вы гордо Гордо Ушли в отступление Побросав своих раненых Мертвых И танки сгоревшие Классно Это называется Знаете, как я бы сказал Отрицательное наступление Так, чтобы не просто оставили А чтобы еще гордость у вас была У вас было наступление Но оно было отрицательным То есть вы должны этим даже гордиться Что вас повыгодили нахрен Со всех северных областей Вы знаете, что такое гамбит? Шахмат Конечно А что вы выиграли тем, что вы пришли, получили по щам Понесли огромные потери и убежали Что вы этим выиграли? А вы как бы не задумывались о том, что для того, чтобы разгромить Донецкую группировку Стотысячной группировкой, да? У нас зашло сколько? Сто тысяч? Или полмиллиона? Я не знаю Ну, судя по отчетам Министерства обороны Около ста тысяч войск Ваши, что ли? Вы реально верите вашему Министерству обороны? Ваши, ваши Согласно украинской Украинскому Министерству обороны Ваших зашло Вместе с ДНР и ЛНР Где-то 200-250 тысяч А сколько ваших военных было? И есть? Ну Которые именно воевали с вами? Или вообще Которые Или всего на территории Украины? Всего на территории Украины Сколько ваших военных? Всего на территории Украины? Ну, вместе с войсками самообороны или нет? Ну, всех Вот Кто может держать оружие в руках? Кто может Производить какие-то действия? Кто может или уже кто держит? Моё проценты Это же разные вопросы совсем Кто уже держит оружие в руках? Или кто может? Да, разные вопросы Уже А, кто уже держит? Я понял вопрос Значит, по-моему На сегодняшний день Если я не ошибаюсь Там что-то 1300, по-моему Зеленский говорит 700 тысяч Нет, сказали, что могут Поставить под ружье 700 тысяч А вы знаете Вот когда какая-то страна Ну, страна Даже я слышал, что могут мобилизовать даже миллион Даже не 700 Я понял, какая-то страна атакует другую страну Ну, берет, так сказать Укрепление, да, к примеру То превосходство в численности Боевого состава Должно быть в три раза Хотя бы в три раза Слышали, да? И вот теперь смотрите, задача какая Как, у вас самые боеспособные силы Находятся в районе Донецка Там Нет, это неправда Это у вас самые боеспособные силы В районе востока Украины Находятся А в Украине Самые укрепленные рубежи Находятся на востоке Тут я с вами соглашусь Но не значит, что это самые Вот как Как бы сказать Захватить вот эту территорию Чтобы Вот эти подразделения Которые находятся Под Донецком, Луганском И От севера Донецком Это вся Восточная часть Что, зависли, что ли? Нет Ну просто зависала немножко картинка Как сделать так, чтобы С Киевской группировки С Запорожьей группировки С Николаевской группировки На помощь К ним не приходили войска Вот Если бы сразу на Донецкую часть напали То тогда поступало бы С Запорожья, с Киева Подкрепление постоянно происходило А нужно было отвлечь И сейчас тоже самое идет Сейчас не идет уже Сейчас уже не идет Ровно все тоже самое идет Не идет сейчас уже Ровно все тоже самое идет Не идет сейчас Вы поймите, что вы Вы начали перебрасывать свои силы На основное направление Когда вы там обкакались и убежали И Украина точно так же Начала перебрасывать Чтобы вам соответствовать До отражения вот и все Ну вот допустим Через Николаевскую часть Не происходит этого Что не происходит? Ну, помощь не идет туда на Донецк Чья помощь? Через Запорожье Войс, танки Украинское? Танки, да Танки РСЗО Вы там стоите на месте Вы там стоите на месте Более того У вас украинцы без всякой помощи Уже теснят потихоньку С какой части? Хорошо Теснят Конечно Это где теснят? В Херсонской области Это в Херсон, да? Захватывают В Херсонскую область Пока до Херсона еще не дошли Так они никак и не доходят до туда Они все кричат, что они где-то там Под этим самым Вы поймите, что сейчас время Чернобаевка где-то А то берут, то не берут Уже 8 раз Уже 8 раз берут Вас уже 20 раз накрыли Чернобаевку вашу Так нет Вы же кричите, что вы ее захватили Как вы думаете А что-то никак не захватите Вы думаете На кого работает время? На какую страну? На нашу А за счет чего вы становитесь со временем Все сильнее и сильнее? Расскажите За счет того, что в нашей стране нету мобилизации А, за счет этого Ваши мертвые солдаты Становятся сильнее А ваши мертвые солдаты Сильнее становятся? Нет, вы же мне не ответили на мой вопрос За счет чего Наша экономика как продолжала работать Так и продолжает А ваша экономика За счет того, что нарушена Логистика нарушена Ваша экономика Я вас не спрашивал Пока про Украину мы не говорим Я вас спросил Простой вопрос Вам задал За счет чего Ваша российская армия Вот сейчас со временем Становится все сильнее и сильнее Слушаю ответ Ну, бюджет За счет, допустим Бюджетное пополнение За счет нефти и газов В два раза больше, чем в 21-м году, например Это как пример вам Так, а армия тут при чем? Ну, производство этих самых танков И все остальное увеличивается Вы знаете, какой завод Производит танки Урал Завод Как он, Урал Урал Вагон Совершенно верно Который расположен В Нижнем Тагиле Как вы думаете Сколько он Его мощность Производительная За год Танков Сколько он может произойти Не знаю 38 танков За год Сколько танков было Как вы думаете Как вы думаете Я задаю вопрос Я задаю вопрос Я задаю вопрос Смотрите Как вы думаете Почему сейчас Россия Т-64 Т-64 Вводит в бой Танк Т-64 И БТР-60 ПБ Это Это оружие Без операции Это 60-х годов Сколько Был танков Почему вы Почему вы Нет, смотрите У меня программа Так настроена Когда я говорю Она вам выключает звук Я не могу вас слышать Просто Извините Когда я говорю Я вас не слышу Поэтому вы зря Одновременно Со мной говорите Вот Так вот Я вас спрашиваю Почему сейчас Россия Вводит Т-64 И БТР-60 ПБ Знаешь Что такое БТР-60 ПБ Это БТР-60 Года Модель БТР Бронированный Плавающий БТР-60 ПБ И Т-64 Для чего Россия Сейчас Вводит Вот это Вот Старье И В связи с этим Следующий Вопрос Опять же Точнее Не следующий А предыдущий Как вы Думаете На кого Так и Работает Время На Россию Которая Вынуждена Хлам Из ваших Сараев Собирать И пускать Его на сожжение Или же Украина Куда Куда ты Убежал Убежал Ну Человек Который Хочет Слышать Только то Что ему Рассказывает Этот самый Глашат О их Министерстве Обороны Он нашел Кому верить Этот Коршенинников Блин Выходит Помело Блин Робот Такой Ему там Написали Соловьев Ему написал Текст А он Читает Блин А этот В него Верит Свято Верит Во все Остальное Верить Не хочет Я его Понимаю Как Можно В это Он Десятилетиями Верил В это Могущество Вторая Армия В мире И сейчас Такой Позор Такой Позор Как они Переждают Позор Я до сих пор Не понимаю И не знаю Но хочу Увидеть И я Это Скоро Увижу А вы Профессор? Да Я Иностранный Консультант Профессор И шпион Куда ты Убежал? Ты Убежал Добрый вечер Здрасте Как дела У вас? Хорошо Интеллигентное Приятное Лицо Надеюсь Ругаться Не будете Матом Могу Ну если можете Тогда Начинаете Уже Пора Выдумать Я не знаю Если в целом Как бы это Ваш уровень Мне неинтересен Этот уровень Почему? Я Переключусь Вы Такой Ранимый Вы Как Трепетная Лань Да? Вы Душа С такой Тонкой Нервной Вы хотите На личности Перейти Нет Я вам Задаю Вопрос Если хотите Наличность Перейдем Там Как бы Поводу Ну как бы Вопрос Нет Просто Это неинтересный Разговор Будет Недолго Хорошо Давайте По существу Как вы Относитесь К тому Что ваша Страна Напала На Украину А вы По бумажке Там работаете Да? Ну да А сколько Платят Ой Блин Вы столько В жизни Не видели Денег Сколько Мне Платят В месяц То есть вы богатый человек Да? Ну как богатый По сравнению с вами Да Не скажу Что я там Такой супер богатый Я конечно не Абрамович По сравнению с вами Нет Ну а откуда Вы знаете Сколько у меня Денег Ну я Я так Предполагаю Предполагаю Ну а за счет Чего Предположите Ну вы же из России Правильно А в России Все бедные Да? В России Средний человек Просто Нищий Не то что Бедный Нищий Нищий? Нищий Да А что такое Среднее нищенство В России Так вы мне не ответили На мой Вы мне уже задали 100 вопросов Я вам ответил Вы мне не ответили Ни на один Каким я вас спросил Как вы относитесь К тому что Россия напала На Украину Напала? Да Нет Россия не напала На Украину Россия защищает Кого? Ну Прежде всего Жители Донбасса А Поэтому у нас Севера Севера Напала В сторону Харькова Потому что Защищает Жители Донбасса Которые находятся На юго-востоке Да Там Мы вас немного отвлекли Но скоро Мы туда вернемся А Вы вернете Так некоторые Уже вернулись Вы знаете Грунтовыми водами Дошли уже туда К Классно Да Конечно Ну Это ваше Субъективное мнение Нет Нет Как раз Это очень объективно Грунтовыми водами Объективно Но грунтовые воды Они идут очень медленно То есть Пока ваши Грунтовыми водами Подойдут К Харькову А вы с какого города Если не теперь Я думаю Может пройти Много Даже месяцев Поэтому Я говорю Вы из какого города Я из Калифорнии Так что Из Калифорнии А из Калифорнии А ну из Калифорнии Это в ее бот А вы из какого города Я из Москвы А вы из Москвы Понятно Не Ну если вы из Калифорнии То разговариваете Почему это Почему Ну а смысл Смысл Действительно Какой смысл Смысл Какой смысл О чем говорить с вами Ну как о чем О конфликте Между Украиной И Россией Военно Я блогер Поэтому Мне как бы Неинтересно Я блогер Конечно Давайте Хорошего вечера Путаты Блин Ему не интересно Потому что я блогер А если бы я был не блогером Было бы интересно Да Но я все равно Это выставлю Пусть Посмотрит Продолжение следует...